штаб-квартира парижского городского транспорта располагается здесь мезундула ртп они себя установили конечно вот эту арку якобы эктора гемара но тем не менее это конечно реплика но да это в общем реплика с оригинала парижское метро было задумано инженером фельджансом bienvenue в конце в 19 века еще вот понятно что к тому времени системы метро в европе уже существовали существовало метро в лондоне самое первое существовало уже метро в будапеште вот поэтому скажем bienvenue конечно руководствовался какими-то уже образчиками существующими немного статистики всего в парижском метро существует 16 линий на данный момент линии нумеруются с 1 по 14 плюс есть линия 3 bis и 7 bis такая странная нумерация она связана с историей этих двух линий фельджанс bienvenue создавая свою создавая парижскую систему метро он решил строить сразу несколько линий этого очень данный подход он сильно отличается от того подходу который был на тот момент применен практически всеми системами метрополитена европы и в итоге уже к тридцатым годам двадцатого века в центре города практически уже сложилась полностью вся та система линии метро которая существует сейчас то есть к тридцатым годам были построены все линии кроме 11 и 14 а 11 линия была построена в 30 годах в тридцать пятом году у ртп которая как называлась тогда по другому я не помню сейчас не могу сказать как но у ртп существовала конкурент существовал конкурент компания которая называлась новый сюда вот она тоже построила к десятых двадцатых годах свою первую линию сейчас то линия 12 а вот она построила также кусочки линии 13 и линии 14 тогдашние линии 14 сейчас это все 13 линия на той стороне улицы это леонский вокзал если что тут самое здание ртп находится прямо напротив парижское метро было открыто в 1900 году по случаю всемирной выставки его хоть и хотели открыть прямо прямо к открытию выставки но не успели в итоге открыли без всяких там торжественных церемоний в июле выставка открылась гораздо несколько месяцев раньше все парижское метро практически все парижское метро строилась открытым способом вот это такое первое серьезное отличие от всего того что мы наблюдаем в мире второе отличие заключается в том что платформы парижского метро соответственно из-за того что она старалась открытым способом находится очень близко от поверхности земли и разумеется вот из всяких там эскалаторов и лифтов и так далее практически здесь нет совсем так же как и московском метро 100 без проезда здесь не зависит от расстояния независимо от того сколько ты проедешь ты заплатишь евро 90 вот на сегодня это столько из проездных и сесть недельный проездной и сесть месячный проездной здесь есть годичный проездной и сей дневной проездной которая дает вам возможность кататься без каких-либо ограничений но в отличие от лондона здесь все вот эти вот проездные недельный месячный годичный действует на календарное время то есть на календарную неделю календарный месяц календарный год и вы никак не сможете сделать так чтобы ваш проездной начинался в середины скажем недели и длился семь дней однако если в лондоне стоимость проезда на все шесть зон составляет сейчас по моему районе в рай уже около 60 фунтов проезд неограниченный проезд в течение одной недели календарной недели на всех линиях в пределах или фанс стоит 22 евро 80 центов вот поэтому если ты даже приехал в середине недели имеет смысл покупать проездной потому что он окупается очень быстро если ты ездишь ездишь хотя бы вот по нескольку раз в день всего в иль-де-франс 5 зон в лондоне их 9 сейчас на данный момент вот и что еще надо сказать пятая зона включает себя такие далекие от парижа города как кован например повар находится в 80 километрах от парижа и тем не менее он входит в состав иль-де-франс и следующий следовательно до него можно добраться по обычному проездному самая оригинальная станция парижского метро это конечно не рабо вот на нашем пути есть установка есть а вот на соседнем пути на встречном остановки нет потому что она идет под большим уклоном наверх здесь начинается как раз тот участок однопутный участок там все проходят и глисты той и так далее станции парижском метро оформлены по-простому вот не только по простому но в общем-то стандартно из каких-то вот особых ухищрений чего-то такого что есть московском метро что есть я не знаю где там еще стокгольмском по-моему здесь ничего нет лишь на новых станциях строя совсем недавно да там что то есть то есть увы просьба шарля гарния вот который высказался что мол метро должно быть красивым если уж мы так страдаем результат должен быть действительно красивым и на века ну результат не совсем получился вот получился разве что в единственном это в творениях эктора гимара дизайнера архитектора и так далее который спроектировал входы на очень многие станции парижского метро и таких входов не нигде наверное нет есть только только в париже ну и кое-где в других местах в мире куда парижский парижский метрополитен продал обращики этого дизайна в москве по моему на киевской такой такой павильончик имеется есть такой павильончик чикаго где-то еще сейчас посмотрим на встречный поезд я нахожусь у входа в станции на станцию метро адрес маленькое уточнение сделаем вот этот вот этики вот это вот эти кюль которые мы видим и здесь никогда не было она не оригинальная то есть это самая дикюль она оригинальная вот настояла она вовсе не здесь стояла она на станции отель до вилле вот ее сюда перенесли в каком году я сейчас не могу сказать эктор гимара действительно создал вот это вот эти кюль вот но дело в том что гимар работал только для компании которая советовала собственно парижский метро а станция без принадлежала не парижскому метро вот она принадлежала отдельной компании ноут но сюда вот и на нее работали совершенно другие архитекторы вот именно здесь вот это вот стоит самый-самый оригинальный вход самая оригинальная арка павильон в метро парижское метро этот выход номер три на станции порт дофина на второй линии он стоял здесь всегда это самый оригинальный павильон сделаны и сделаны которым гимаром как раз все остальные оригинальными не являются есть еще похожий на станции шатле но он не оригинальный всего лишь реплика самые старые вагоны парижском метро относятся в 1959 году и ходят они здесь на 11 линии немного технологии парижском метро существует поезда обычные на железнодорожных колесах то есть на железных колеса которые катаются по рельсам в основном именно такие но есть довольно необычные для нас поезда которые катаются на шинах и такие вот поезда они ходят на вот этой вот на 11 линии но впервые она появились впервые не появились на первой линии потом было вот на эту систему преобразована четвертая линия потом такой же стала 6 линия и вот 11 линия и наконец такой стала 14 линия самая новая то есть 55 линии сейчас оснащены вот такими поездами нет смысла подробно рассказывать обо всех вообще паре станциях парижского метро типичную станцию парижского метро я вроде бы уже показывал ну покажу еще одну одну две вот но скорее всего я буду показывать пока покажу несколько станций которые являются нетипичными которые можно по крайней мере узнать имеет смысл начать именно здесь рассказывал необычных станциях парижского метро это станция обзаметье на линии 11 она оформлена таким образом 60-е годы саму линию построили в тридцатых годах вот на 60-е годы изменили вот таким вот образом и сделали из меня что нечто похожее на мультивус вот а все потому что рядом здесь находится учебное заведение которое называется учебное заведение искусств и ремесел вот он там отмечала какой-то там юбилей и вот итоге всю станцию оформили таким вот фантастическим образом я бы сказал вторая немного необычная станция то но она очень похожа на типичную но тем не менее он немножко необычная станция пармантье на линии 3 и она посвящена агроному пармантье который притащил во францию картошку дел поэтому сейчас всякие вот картофельные запеканки кстати во франции по называется там а те по его имени вот здесь проходят улица и его имени и соответственно они сделали стал оформили станцию под его кстати если не брать оформление станция пармантье абсолютно типичную по строению то есть боковые платформы центральные пути так оформила абсолютное большинство всех парижских станций станций парижского метро по такой конфигурации вот еще одна необычная станция это станция гамбетта вот интересная судьба значит весь просто видно что здесь как бы начинается от нас танцы начается на станции начинается другая а все потому что вот вот эта вот станция на которой он сейчас вот нахожусь да она называлась до по моему шестидесятых годов кажется мастер надо на то надо вот 60-х годах линия 3 ходила в другом направлении она ходила на себя на поворачивала вот а станции гамбета на север и шла до подделила вот но потом решили изменить маршрут этой линии линию проложили на строго на восток до станции галиний и для этого потребовалось построить совершенно новую станцию гамбета которая была бы ориентирована строго на восток вот отсюда получилось так что от станции марта на долл на станции гамбета расстояние оказалось равным нулю метров пришлось станцию марта надо объединить со станцией гамбета вот станции гамбета старая которая ориентирована на север она до сих пор существует только по ней ходят поезда линии номер 3b 3бис на котором сейчас проведем здесь вот видно что туннель линии 3 шел вот вот прям туда этот туннель это бывший туннель мы сейчас пойдем на станцию 3 линии 3бис линия 3бис самая короткая линия длина и составляет одну целую четыре десятых километра и по ней ходят поезда трехвагонные образца 1967 года по моему им уже за 50 их правда реконструировали но не особенно сильно типичная конфигурация вот этих вот старых поездов она вот такая вот то есть все сиденье расположены вот таким вот образом как бы да всегда пассажир всегда обращен либо лицом либо спиной к направлению движения но вот на таких вот незагруженных линиях это самый раз но представляете что бывает когда вот подобные поезда ходят по загруженным линиям вот он новых поездов парижском метро не много вот новыми поездами новая конфигурация лишь поезда 1 2 4 5 я 9 и 14 линии все на остальных линиях курсирует поезда старой конструкции вот с таким вот расположением сидений исключительно с таким да типично париж типично парижская вещь это конечно вот это только как рукоятка самая заметная штука то есть это рукоятка она открывает дверь вот на поездах на поездах образца 77 года которые сейчас ходят на 13 линии на 8 вот там вместо вот этих рукояток имеются кнопки добавим еще о количестве при количестве вагонов поездах не помню упомянул эту информацию упомянул это или нет значит самые длинные поездах курсирует на линии 14 восьми вагонные 6 вагонные поезда ходят по линиям 1 и 4 на линиях 3 bis и 7 bis 3 вагонные на линии 11 4 вагонные и на остальных линиях 5 вагонные поезда отметим еще одну характерную особенность парижского метро это его абсолютно неприспособенность для неприспособленность для малобобильных граждан по-моему не очень давно проводилось исследование по поводу того сколько станции парижского метро имеют безбарьерную среду и получилось у них совершенно замечательная цифра 3 процента практически все эти станции которые имеют безбарьерную среду расположены на линии 14 то есть на самой новой отметим еще одну интересную станцию это порт далила финальной конечной станции линии 3 bis вот абсолютно типичная станция парижского метро они все практически все такие вот но тут еще есть одна особенность на этой станции есть еще две платформы которые скрыты стороне глаз которые по всем данным расположены вот за теми дверями там расположена очень интересная станция которая называется полдалила cinema именно там снимались практически все сцены которые сцены различных фильмов в парижском метро в частности сцены фильме амели снимались именно вот там вот на той вот станции которая скрыта пройти только сожалению невозможно самая ужасная характеристика парижского метро это конечно многочисленные переходы которые могут ветвиться которые то поднимаются то опускаются то идут влево то вправо в общем разобраться в этом всем очень и очень тяжело честно говоря и особенно если ты за багажом пользоваться парижского метро это не очень удобно я сейчас на первой линии метро станция метро шаттле вот и шаттле с моей точки зрения является самой большой вообще структурой транспортной структуры в европе касса даже это написано где-то потому что исходится по моему 5 линии метро и еще три линии электрички несколько станций первой линии шаттле золотого первой линии и вот это разумеется лувр-револит самая прикольная станция по моему всего парижского метро и по-моему она первой появилась в таком виде когда на станции метро выставили экспонаты гудея лук вылет отлично еще раз я на первой линии первая линия самая старая именно она открылась в июле 1900 года вот но и конечно очень сильно модернизировали и на первой линии ходят самые современные поезда по метро а не автоматически заодно разумеется это копия это не оригинальные экспонаты залеги за оригинальными экспонатами это нужно было заходить покажем еще одну станцию первой линии франклин розуэльт самая удобная станция для выхода для того чтобы посетить елисейские поля вот опросчик обращает недавнего недавней ресторации кстати хорошо получилось мне нравится впрочем все поезда 1 4 13 14 линии имеют платформенные двери 4 потому что она готовится к автоматизации а 13 потому что там слишком большое слишком большой трафик слишком большой пассажиропоток маленькие маленькие станции на парижском метро они вот такие вот и турникета нахиваются прямо на платформе все из просто личная типичная такая вот маленькая станция хотя эта линия первая входит на недостаточно много людей потому что находится на и сельских полях станция называется георг пятый это в честь конечно английского монарха последний фрагмент про линию 6 ее главная особенность в том что значительная часть проходит не просто по земле а над землей на эстакадах если вы едете от эту аль сторону монпарнас и сразу после станции пасси посмотрите налево вам откроется потрясающий вид на эйфелеву башню как сейчас и а и и и и и и КОНЕЦ А у нас здесь есть кросплатформенная пересадка, кстати, тоже. Вот здесь, на станции Мотпеке-Канель. Здесь можно сесть либо доехать до Аустерлица, слева, либо до Кретея, справа. Кретея – это восьмая линия, а Аустерлиц – это десятая. На восьмой линии ходят уже старые поезда 1977 года выпуска. Когда-то они считались новыми относительно. Но они такие же тесные, как старые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 участков составляет всего 24 километра а максимальный путь который вы можете проехать на метро составляет 23 километра это по линии 8 сюда вот в эту местность я приехал для того чтобы показать вам еще одну станцию метро городок которым я нахожусь называется тоже очень оригинально называется и лишь то есть еврейский город или город еврей город еврей скорее тут явная явная ошибка грамматики потому что виль слова женского рода вот а жив это мужского мужского то есть получается как-то вот довольно странно но тем не менее вот это все так называется представители еврейского сообщества утверждают что якобы евреи переселились именно сюда куда-то там средние века общем кто-то там разрешил здесь селиться вот но это все оспаривается мол да все не так на самом деле вы же вильджуев на самом деле происходит откачет а другого в общем споры идут довольно оживленные вот второй элемент вильджуев это название вот этого квартала а вот второй элемент станции это лео лагранж это был такой адвокат социалист вот он погиб он во время войны совсем молодом возрасте станция оформлена на спортивную тему как это вообще связано с лео лагранжем с лео лагранжем я вообще не представляю смотрим на все эти фотографии здесь есть 8 мюллер вот видим есть где-то сергей пупка день зная еще одна станция с любопытным названием в дверь здесь молоков плату дэвандо вот нас интересует естественно первый элемент название это элемент означает малахов курган вот мне как мы родом из подмосковья чудится естественно малаховка вот но это малахов курган это опять же история про некоего господина некого солдата который здесь сделал какой-то какое-то кабарет или что-то еще такое которое называется на малаховом кургане вот от малахова кургана образовалась вот это вот название молоков райончик такой и пролетарские достаточно потому что судя по названию по крайней мере здесь есть улица мориса тореза из недалеко есть площадь анджелы дэвис вот а если смотреть просто то где вот тому за забором это железнодорожная линия от вокзала монпарнас и вот очень монпарнас находится вот там примерно в километрах двух может быть вот и мы находимся очень близко от того места где линии линия тжв отходит от линии основной который идет в вокзала монпарнас и к сожалению очень плохо видно здесь этот забор он мешает посмотреть молоков это тоже не париж если что и ванн который находится вот за тоже из дорожной линии это тоже не конечно вот это все пригороды парижа значит так